В прошлый раз мы с вами поняли, что такое рекурсы. Понятно, что это рекурсы? В целом, да, алгоритмы легли, то есть, понятно, логика, да, крайний случай, рекурсентный случай. Теперь смотри. Есть такой метод, который называется динамическая программировка. Вот, это, ну, как бы, обратная сторона рекурсы. Оно работает в тех же практических случаях, но не всегда. В нем тоже применяется рекуррентная форма. Давайте сейчас сделаем вычисление чисел Фебаначи. Я сейчас сделаю это не экономно, не ругайтесь, пожалуйста. Ситуация будет очень красивая и понятная. Итак, я напоминаю, давайте, на примере чисел Фебаначи. Числа Фебаначи. Итак, я могу заменить функцию, функцию, вызов функции, вычислением значений массива. Создам список для чисел Фебаначи. И вот, и заранее требуемую мне длину заложу туда. Ну, допустим, мне требуется n-тое число Фебаначи. Даже, я не знаю, я одну цифручку я сотру и перепишу чуть-чуть по-другому. Я все-таки оформлю как функцию, чтобы было n, это переведено извне, и понятно, куда возвращаем результат. Результат работы функции. Def Fibonacci. Итак, вот n. Итак, я создаю функцию, о, создаю, прошу прощения, список, фиб, в который закладываю n элементов, причем, я сейчас делаю так. Итак, я начну с крайнего случая, то есть с того, что у меня по формуле, да, для чисел Фебаначи, f, n-то равно чему? Равно f, n-1, плюс f, n-2, да, когда n больше, чем 1, да, и оно равно n, когда n меньше, либо равно 1, ну, при понимании, что n больше, либо равен 0. Да, то есть нулевое 0, первое 1. Соответственно, что я сюда хочу заложить? Я хочу заложить сейчас, чтобы у меня были нулевой, число Фебаначи, нулевой элемент, имел значение 0, а первый имел значение 1. А у всех остальных какое значение заложить? А у всех остальных давайте заложим значение none, типа none type. Хотя можно было и ноликами туда записать, давайте none туда запишем. Плюс много нанов. Сколько этих нанов нам надо для методного повторения списка сделать? Умножить на... Значит, смотрите, мне нужно n-то, число Фебаначи, а у меня от нуля, значит, получается, мне нужно n плюс 1 элемент в этом списке. Значит, у меня 2 я уже написал, нулевой и первый. Мне нужно... Осталось n-1 элемент, нанами забить. Я сразу заготавливаю список, чтобы он уже был. И теперь мне остается только его аккуратно заполнить. И я начинаю, как люди это делают, от начала к концу его заполнять. То есть я пишу цикл for i range. Ну, в данном случае я начинаю считать числа Фебаначи с 2-го. Заканчиваю я каким? n-дем включительно. То есть n плюс 1. И что я пишу? Что число Фебаначи и t равно числу Фебаначи и минус 1 плюс число Фебаначи и минус 2. Если у вас лекции сейчас перед глазами, вы можете страничку назад вам описнуть, вы можете увидеть, что в рекурсии мы там делали ретерн соответствующего значения. И там было только с круглыми словами. Здесь же я заменяю это вычисление в очередного элемента. Нет рекурсии, нет вот этих двух ветвей вычислений, потому что здесь все вычисления производятся аккуратно и грамотно. То есть у меня есть сотовый массивчик, еще раз, да? Нулевой, первый, второй, третий, да-да-да-да-да-да, да? Значит, какой-то там идый элемент, да? Перед ним и минус первый, да? Перед ним там и минус второй элемент, да? Ну и, соответственно, у меня по первые два, то есть крайний случай, почему я назвал его крайним, а не конечным? Потому что он теперь начальный, понимаете? Я с него начал и, исходя от него, вычисляю уже следующее, да? Число Фиббоначи. Потом оказывается один. Потом следующее число Фиббоначи. То есть у меня асимптотика этого алгоритма, асимптотика этого алгоритма какая? О от Н. То есть оно пропорционально количеству, собственно, номеру числа Фиббоначи. Не числу Фиббоначи, а номеру числу Фиббоначи. Вообще другая асимптотика. Совсем другая жизнь. Ну, в конце функции давайте сделаем return. Число Фиббоначи под номером Н. То есть вся вот эта сейчас таблица чисел Фиббоначи, второе, там 3, 5, 8, та-та-та-та-та. Вся вот эта вот таблица значений числа Фиббоначи, она выкидывается, да, выкидывается. Давайте я сейчас пропишу 4, 5, 6. Ну, допустим, мне нужно было седьмое число, она была на 13. Она выкидывается, память очищается. Вы мне скажете, не экономно? А рекурсия, она ведь неэкономна не только по памяти, ведь там, когда мы уходим на глубокий уровень рекурсии, там тоже заготовлено под все эти перемены, просто там это скрыто, там нет явного списка. Но реально весь список объектов, ну не список, а все эти объекты существуют, на каждый из них ссылается свой, своя копия имени, там n, да, или фигу n-1, там n-1, да, они все имеются, еще и адреса возврата кушают память, понимаете. А рекурсия по памяти не более экономна, она менее экономна, чем эта, да, давайте не будем экономить, потому что если я сейчас буду пытаться обойтись двумя последними числами фабоначи и третий переменный времен, так можно сделать, но не нужно, не нужно, потому что я, возможно, мне вся эта табличка понадобится, ну правда в данном случае не понадобилось, но ничего страшного, ну а синтетика посмотрите, какая хорошая. Ладно, с числами фабоначи понятно, да, сама идея динамического программирования здесь достаточно понятна. А давайте теперь порешаем задачи о кузнечике. Итак, задачи о кузнечике. Кузнечик. Значит, кузнечик это такой исполнитель, который, может быть, кто-то проходил в школе, на школьном алгоритмическом языке аргумент, значит, есть такой, живет на числовой прямой, да, вот он находится в точке 1, да, находится в точке 1, да, кузнечик негодный, вот, и он умеет прыгать. Прыгает он, либо на одну клеточку, то есть у него есть команды, первая команда плюс 1, вторая команда плюс 2, или плюс 2, понятно? То есть он из клеточки 1 может попасть в клеточку 2, а может попасть в клеточку 3. Из клеточки И он может попасть в клеточку И плюс 1, И плюс 2. Понятна логика? Вопрос. Сколько различных траекторий в точку, как ее назовем? Да, давайте назовем ее N, точку R, из точки 1, из точки 1. С кузнечиком все понятно, как он устроен, да? Понятно, что у него много разных траекторий, то есть можно так, можно через 2 прыгать, можно вначале через 1, потом через 2, можно через 2, потом через 1, потом через 2, можно чередовать прыгать. Почему в числе Fibonacci, for E, in range до N плюс 1 брали? Чтобы N включили. Я N до числа Fibonacci возвращаю. Итак, точку Fibonacci, точку Fibonacci. Как мне подойти к этой задаче? Вы... Еще раз я спрашиваю, кто тебе сдавал? Вот, к вам тогда апеллирую к вашим знаниям, а остальное я скажу. Представьте себе, что у меня есть сколько-то траекторий из города А в город Х. И есть сколько-то траекторий из города А в город Игрек. Есть некий город З, в который есть 2 входящие дороги. В город З по-любому. Только или из города Х, или из города Игрек. Прямая дорога, последняя. Здесь есть промежуточные какие-то там траектории, какие-то города. Это неважно. Вот есть какое-то количество траекторий КАХ. Ну, точнее, давайте так. КА стрелочка Х. То есть из города А в город Х есть КАХ способов попасть. Да? В город Игрек сколько способов попасть? Есть... Допустим, кто-то за нас это посчитал. КАЙ. То есть туда количество способов попасть равно КАЙ. Сколько способов попасть в город З? КАХ плюс КАЙ. Правильно. КАЗ, да, количество способов попасть в город З, равно сумме количеств этих способов. КАХ плюс КАЙ. Если бы там были... А вот такая дорога, чтобы ты меняешь? А? Нет. Нет, почему? Потому что она уже и так должна была быть учтена при подсчете вот этих траекторий в Игрек. А, да. То есть это тоже способов попасть туда, они уже и так учтены. Поэтому наличие такой или обратной дороги, мы формулы не меняем. Понятно. Так вот, пусть это будут у меня номера городу. То есть это как города, через которые прыгают в пузырь. А это объездные дороги. Количество возьмем и заведем такую функцию, которую я назову К. Да? Количество способов. То есть я мысль об этой задаче, говорю, давайте заведем такую функцию, которая указывает мне количество способов на клеточках И. А это К. И количество способов попасть, собственно, на клеточках И. Она, как бы, правильно ведет, количество способов попасть в И-ту-клеточках И. Итак, давайте осознаем, а как таки попасть в эту самую И-ту-клеточках И. Как именно можно попасть в эту И-ту-клеточку? Ведь туда попасть только два способа. Из предыдущей и из предпредыдущей. То есть туда можно попасть из И-1 и из И-2. Отсюда вывод. Что К и И-т равно К и минус первому плюс К и минус второму. Начальный случай Украины. А с чего начинается? Как нам начать? Потому что понятно, что мы сейчас уже приходим к реактивной форме. Для того, чтобы узнать количество траекторий в городе Z, нам нужно узнать количество траекторий в города X и Y. И как бы и далее, и далее, и далее, и далее. А сколько траекторий из города А в город А? Почему функция не А? Она определена, пожалуйста. Одна траектория единственная. Стоять на месте. Прекрасно. КАА равно один. О! Все понятно. Давайте, значит, у Кузнечика количество для начальных точек, скажем, да? То есть вот самые начальные. Ну, очевидно, что в точку 1 у него попасть... Значит, К1 равно один. Один способ туда попасть, да? В точку 2... Ну, очевидно, что сюда можно попасть только от прыжков. В следующую клетку, да? Значит, К2 равно один. В принципе, это хороший подходящий крайний случай. Да? Уже этого достаточно, все остальные автоматы можно... Причем, конечно же, мы это будем делать не рекурсии, а мы будем делать динамиками. Понимаете? Но я еще вам скажу. Существует такая дополнительная методика. Давайте создадим город 0. И скажем, а туда Кузнечик такими видами прыжков попасть не может никак, потому что он стартует с клетки номер 1. Да? Значит, количество попасть в город 0 равно 0. Понятно? Это так называемый барьерный элемент. Я вот дополнительно создал именно просто ради барьера. А тогда я могу формулу вот этого вот соединения, да, продолжить и сюда. К2, оно действительно равно К1 плюс К0. Ну, 0 траектории и 1 траектории. Ну, вот получается сумма. Понятно? Методика барьерного элемента. Как это дело запрограммировать? Идем направо. Стараем слово чрезвычайно-баначи, стараем название-баначи. Пишем, значит, это вот сам, Кузнечик. Я не знаю, как Кузнечик в английском. Значит, баг, назовем его баг. Английский для меня слишком легкий. Бага. Значит, а на количество траекторий мы назовем баг, баг-набер. Баг тренч. Ну, не знаю, как назвать, на самом деле, вот так вот по-английски. Количество. Давайте назовем количество. Количество. И переименовываем, собственно, числа Бибаначи, два числа по Кузнечике. Ну, потому что там все совпадает. То есть, у нас все условия, они совпадают. Начальное состояние 0,1. Да, 0 в нулевом городе, в первом 1. Формула совпадает. То есть, КИТ равно КИ-1 плюс КИ-2. И вернуть КНТ. Все. Ну, то есть, понятно. На самом деле, конечно, для Кузнечика конкретного задачи тривиально. Количество траекторий равно числу Бибаначи. И задача бы не стоила бы единого яйца, если бы она этим заканчивалась. Понимаете? Все было бы. Все. А что дальше обсуждать? Однако, однако, мы можем, во-первых, ввести запрещенные клетки. А на такие наступать нельзя. Ну, просто ноль способов туда попасть и точка. Понятно? Если эта точка принадлежит множеству запрещенных точек, то просто нельзя туда попасть. Ясно? Вот. Дальше. Но эту задачу мы пропустим. Некогда. А решим мы другую задачу. Это платное посещение клеток. Значит, мы будем искать дешевейший... Лучше-то не дешевейший, некрасивый слово. Наименьшая стоимость... Это продолжение клетчика. Наименьшая стоимость достижения точки М. Рассказываю задачу. У нас все то же самое. Кунейчик стартует с первой клеточки. Да, стартует с первой клеточки. Значит, может прыгать плюс один или плюс два. Однако, за посещение каждой клетки, включая первую, он должен платить прайс и т. Прайс и т. Это стоимость заселения в клетку. Значит, это стоимость посещения точки. Понятно? Давайте начнем с самого главного. Назовем целевую функцию. То есть, как только я назову целевую функцию, мне будет легче писать рекуретное соотношение. Возвращение, возможно, встали. Вот назовем ее С и Т. Назовем ее КОСТ. От слова КОСТ. Значит, это, собственно, стоимость достижения... Наименьшая стоимость достижения клетки И. Итак, формулируем теперь, собственно, правила перехода. Давайте опять аккуратно подумаем. Итак, у меня вкусничек может попасть в клетку и только из клеток И-1 и И-2. При этом, допустим, я знаю уже стоимость кратчайшего достижения клетки И-2. Как? Не знаю, но вот мне кто-то сказал. В этот город самый дешевый способ попасть вот такое число. А в этот город кратчайшая стоимость попасть С и И-1. Вопрос. Какой кратчайший способ, для чего равна кратчайшая стоимость достижения города И? Итак, ответ. Перекуррентное соотношение выписывается таким образом. Дешевейший способ попасть в него равен чему? Ну, по-любому мы в клетку и приходим. Поэтому ее стоимость достижения, стоимость посещения этой клетки, мы по-любому должны заплатить. Прайс И-3 там есть все равно. Да? Плюс. А из этих двух вариантов я, естественно, выберу какой? Не меньше. Подешевле. Подешевле. Минимальный. То есть я выбираю, мне нужно, допустим, не знаю, Владивосток, мне через Екатеринбург или через Новосибирск пересадка. Ну, как вот дешевле мне добраться до Екатеринбурга или Новосибирска? Я выберу, выбираю и к этому минимуму прибавляю стоимость перелета. Но, на данный случай, правда, стоимость не перелета, а стоимость посещения. Значит, прайс И-3 плюс минимум из этого С и минус первого, запятая С минус первого. И вся та же история. То есть для того, чтобы узнать стоимость И-2 города, мне достаточно знать стоимости предыдущих. То есть само правило обхода, самопоследовательность вот этого цикла обхода, она, конечно же, важна. То есть я должен начать с тех значений, в которых не надо стоять, а реально нормальные правильные значения. То есть чтобы очередное вычисляемое значение не содержало фигни. Нельзя с конца начать. Это не рекурсия, где отложены вычисления, а потом сейчас мы поставим эту задачу, разберемся. Нет, здесь мы должны начать именно от начала. Ну и давайте напишем, собственно, этот алгоритм. Значит, поместимся? Поместимся, наверное. Поехали. Поехали. Дэф видно или нет? Нормально видно. Значит, дэф, вот здесь я знаю, как назвать его. Я назову пэф-кост. Привет. Извини. Сейчас скажу. Мин-кост. Мин-кост. Значит, это и клеточки. Значит, мне должны, кто-то должен заранее подготовить этот самый массив стоимостей. Поэтому я его считаю мне заданным. То есть мне кто-то передает. Здесь прайс. То есть тот, кто спрашивает, он мне и говорит, сколько стоит какая клетка. А я решаю только алгоритм. Итак, что я пишу? Первое. Я должен сказать, что стоимость достижения клеток... А, да, сейчас еще один интересный момент. Давайте сделаем опять нулевой город. Да, нулевой город сделаем. Стоимость достижения города один... Какая? То она равна прайс один. А стоимость достижения города ноль. Ноль. Да сейчас. Прайс ноль. Ноль. Так, конечно, я когда буду для второго выбирать, я выберу его стоимость. А сам-то я должен всегда... Да, это должна быть плюс бесконечности. Можно ли в питоне написать плюс бесконечности? Ну, вы знаете, если я заранее не знаю про этот прайс, то может возникнуть еще акап. Но ответ – можно. Можно сделать вещественные числа. У вещественных чисел есть специальные зарезервированные числа плюс и минус бесконечности. Создать его можно при помощи... А ну, просто специальное число, которое означает бесконечности. Комбинации. А еще есть специальное число, флот, not a number. То есть в результате операции поделили на ноль. А, это не число, то есть нельзя. Вот такой результат операции тоже встречается. Значит, я поэтому сделаю так. Я в стоимость нулевого города заложу, собственно, число с плавающей точкой, флот, в кавычках, плюс инф. Собственно, эту самую плюс бесконечности. Да, то есть я строкой написал его название, да. А флотом я сделал его числом с плавающей точкой. Натуральное число, что это целое, да, оно не может быть. Не может быть бесконечно. Там нет такого зарезервированного числа. Итак, а для города номер один это равно price от единички. Так, окей, да. Для всех остальных городов стоимость их посещения неизвестна мне пока, поэтому я туда заполню нанами. Нан умножить на, а сколько в ней штук надо, как я уже сказал? Два есть, мне n-ты сейчас включительно требуются, да, n-ты включительно требуются. Значит, я n-1 элемент должен сделать в этом массивчике, заготовить. Значит, мне осталось n-1 элемент нанами зависит. Все, заготовили. А теперь цикл for, который пробежится по этим элементам. For i in range. Я, начиная со второго города, начинаю вычислять эти стоимости. Второй по n-ты включительно, поэтому n-ты плюс 1. И что я вычисляю? Я так и пишу. C и ты. То есть, вот как у меня было, вот в этом, это еще математическое рассуждение, да, а это уже программирование. Но я записываю почти как там, только квадратные стопки аккуратно. С и ты равен чему? Price и ты, да, плюс функция минимум существует в питоне. Она так и пишется, минимум с двух чисел. Пожалуйста, даже минимум из трех чисел есть. Плюс минимум, даже минимум, кстати, от списка есть. А вот это вот так допускает сравненность, да, можно. Ладно, плюс минимальное из чего? Из c и минус первого, запятая, c и минус второго. Квадратная скобка закрывается, скобка закрывается. И по окончании функции мне нужно что? Просто вернуть c, n, t. То есть, я все вычислил, включая n, да, и в итоге я это c, n, t включаю. Собственно, список мне, поскольку сейчас не нужен больше, я же прошу только стоимость. А если бы меня спросили не только стоимость кратчайшего достижения, в кратчайшем смысле дешево, наименьшего, а сказали, а каким путем достигнуть? Да? Надо бы чуть-чуть. На самом деле, было бы достаточно не торопиться выбрасывать этот c. Потому что если у меня... У нас перерыв идет. Надо перерыв сделать. Ну, давайте я после перерыва расскажу, что с этим делом. Дыхайте минуту. Слушай, сейчас кофе не работает? Нет. Вот здесь вот, да, вот после того, как это дело посчитано, вот тут вот, мне тут c тоже вернули, и я его могу использовать. Да, весь c. Минтоз, милтоз, милтоз, цель. Я могу спросить путь в любую дешевую. Итак, смотрите. В эту клетку, я напоминаю, можно попасть из И-1, из И-2. И я уже знаю стоимость ее достижения, да? Я из какой клетки? Ну, естественно, из той, где меньшая стоимость. То есть я беру эту клетку, я по-любому вписываю в траекторию, да? А следующей клеткой, на которую я перехожу, да, я, ну, как бы, анализируя траекторию сзади, я, соответственно, вписываю или И-1, или И-2. Итогу. Итогу. Я создаю такую штуку, переменная П, точнее, список П, в который я сейчас, в самый его конец, буду пихать ту клетку, которая, как бы, ну, последняя, известная мне, которая точно входит в траекторию. Сейчас у меня точно входит в траекторию клетка М. Клетка М. До каких пор я буду продолжать это все? До тех пор, пока у меня, собственно, достигнутая клетка, да, вот, текущая, последняя, дописанная в этот самый ПС, не окажется нулевым. Нулевым, одиничкой, да, я из первого года стартовал. Нулевой у меня не достижим. Да, значит, пока... Пока у меня в конце этого обратного пути, в конце, да, я обратно тут я буду в конец это пилировать. То есть последним элементом у меня мне окажется клеточка с индексом 1, да, значит, я тут помечу, что 1 это стартовая точка. Стартовая точка. Но я еще начинаю, да, я вот тут давайте отметим. Начинаем. Исследуем траекторию. Это, лучше, не исследуем, мы ее не исследуем, а уже строим, да. Построим траекторию. Оптимальный путь. Путь с конца. Вот так это наверняка останется в ваших конспектах, и вы сможете это произносить. Итак, что я делаю? Значит, текущая вершина, да, это какая? Карланд, это кто? Это ПЭТ и М-1. Да? Ну давайте прям даже подчеркнем. Да, вот именно Карланд. Карланд. Это тот, кто в этом списке находится на последней позиции. Там номер решит. Итак, я хочу узнать, куда мне дальше шагать. Я спрашиваю, есть ли у меня стоимость от дешевых шагов и минус первой меньше, чем ой, С меньше, чем стоимость достижения клеточки Карланд минус второй клеточки. Вы поняли, почему я назвал ее? Чтобы вы не путались. Минус один, минус один. Текущая клеточка минус первая, текущая минус вторая. Так вот, если мне дешевле попасть в предыдущий, чем в предпредыдущий, то я именно через него и буду строить траекторию. Тогда я говорю ПЭТ точка ЭКПЕНД дописать в конец кого? Карланд минус первую клеточку. И заодно я на нее как бы перешаливаю, потому что следующая текущая будет именно она. А иначе я говорю, ну тогда, если предыдущая клеточка не дешевле, тогда и спред предыдущий. Я ее писал. ПЭН ЭКПЕНД КАРАН минус вторая. По окончании цикла я по-любому достигну клеточки 1, потому что в нулевой бесконечность, значит, я точно закончу на первую. Там он выберет всегда и на первую. Значит, в конце. А в итоге вот тут вот. А в итоге правильно? Правильно? Значит, я должен этот путь развернуть, потому что там в начале идет последняя вершинка, а в конце идет первая. Поэтому мне на самом деле нужно остановиться, развернуться. Я это сделаю одним МАКом, поскольку здесь никто не ссылается, это мой список, кто хочет, и делаю. Я что делаю? Я его разворачиваю. А, ну давайте все-таки развернуем вот так. В срез ПЭН от начала до конца я присвою срез ПЭН от края до края только с шагом минус один. Вывернул список наизнанку, отзеркалил и return ПЭН Ну все! А он мне покажет индекс out of range, когда он, например, придет на второй элемент, а нам нужно на первый элемент попасть. То есть у нас будет current равно 2. Как он будет сравнивать? А, у нас нулевой элемент есть, да? Нулевой элемент. Я сделал барьер неспроста, чтобы как раз не начинать эту возьню, потому что возможно нужно было там ну и барьерный элемент позволяет делать решение. Ну что, с кузнечиком покончили. Король. Зачем он можно было разворачивать? А? Зачем он можно было? Триктория, сначала, конец, я думаю, записывайся с конца. В доске. Внимание. И так жил-был шахматный король. Шахматный король жил на шахматной доске размеров M на M. M на N шахматная доска. M элементов в горизонтали, да? Клеточки 1. M элементов в вертикали. И вот этот шахматный король этот шахматный король может у меня перемещаться только вправо вниз и по диагонали. И только вправо вниз или по диагонали вправо вниз. То есть он не поднимается вверх, не ходит влево. спрашивается, сколько способов достичь клетки M. Ну давайте, единственное, что я не M, N буду писать, а я буду писать вначале номер строки, а потом уже номер элементов строки. Понятно? То есть номер строки N, а потом уже буду писать M как номер элементов этой строки. Ясно? То есть я буду писать в C-стайл, Python-стайл, а не в Фортран-стайл. В Фортране там наоборот. Вначале номер столбца, а потом номер элементов в столбце. Но мы все-таки не будем по Фортран-стайлу. Значит у нас построчно. Поэтому получается, как бы еще раз скажу, Y, X как бы, да? То есть вначале в номер строки, а потом уже X. Итак, K, M, N это у меня количество траекторий в клетку M-строки M-стайл. Да? Понятно? Ну и понятное дело, что K и G будет, собственно, это требуемый ответ, а более общая K и D-житая. Ну, собственно, это то же самое, только и D-житая. Да? Только и D-житая строка. И D-житая строка. Житый столбец. Все более-менее понятно. Сейчас осталось только аккуратно разобраться, как тут к динамике перейти, к динамическому проживанию. Давайте с вами рассмотрим, какую-то клетку, ну, я ее так и назову, собственно, K и D-житая строка житый столбец. Житый элемент в строке. Как король может туда попасть? Ну, тремя способами он может туда попасть. Из клетки сверху, из клетки слева, и из клетки слева, сверху. Правильно? А, влево. А, и он только на 3 направления. 3 направления. Еще раз. Право, вниз, право, вниз. Обратно. Если он сможет ходить справа и влево, то количество трактуры будет бесконечных сразу. То есть это у нас будет не ациклический граф. Граф на противоперемещении должен быть ациклический. Я еще проговорил, эти определения и в следующем семестре. Значит, что у нас тут? Получается, что у нас количество траекторий, давайте я вот прям тут напишу, К и Житый. Чему оно равно? Оно равно количеству траекторий в И. Это какая? Это Итая но Жи-1, да? Плюс вот эта клеточка К и минус первая страха, но тот же самый Житый столбец, плюс К и минус первая Жи-1, да? Понятно? Дальше вопрос вот в чем. А как нам собственно начать? Где начало этого дела? Как начать количество траекторий? Вот в этот клетку у него сколько способов попасть? Давайте я сейчас соберу самого короля, воспользуюсь тем же уже нарисованным. Так. И нам нужно не только крайний случай осознать, но еще и порядок обхода, который не нарушит движение от крайнего к последовательно расширяющему все рекуретно. Чтобы информации хватало на каждом шаге, у меня вся предыдущая информация была. То есть для каждой клеточки у меня должны быть заполнены как минимум уже нормальными числами вот эти предыдущие, да? Три. Значит, смотри, сюда у него один способ попасть, правильно? Сюда ну один, то есть сюда долго шагания и вправо, да? И сюда один. В принципе, это можно было бы прекрасно считать крайними случаями. Но, знаете, мне хочется сейчас опять, чтобы меньше было возни сделать барьерные элементы. Давайте дополним эту матрицу нулевой строкой и нулевым столбцом. Но все равно же, когда мы будем в питании делать, у нас будут эти нулевые элементы, да? Или сдвиги индексом, мы хоть и сдвиги, давайте лучше и барьерные элементы заодно создадим. дополняем, дополняем нашу матрицу нулевой строкой нулевой строкой Сколько способов короля к королю попасть в эту клетку? чем Jude ноль, а ноль, 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 ноль. ноль, Ну правда, если я сейчас оставлю все нули, то короля на доске нету фактически, король не может попасть вообще никуда. Если он и сюда не сможет попасть, то дело будет гибло. Да? То есть мне на самом деле придется такие, хотя бы хотя бы одну единичку куда-то вписать. Причем ясное дело, что эту единичку надо вписать в эту клетку. В эту клетку и в один способ попасть. А дальше мне требуется методом обхода, пробегая все это дело, как обходить, как последовательность обхода реализации. А вот тут вот воля ваша. Хотите, построчно. Хотите, по столбцово. Хотите, можно вот так. Эту, потом эту, потом эту, эту, эту. Помните матрицу? Надо было, я предлагал заполнять или я не рассказывал. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Есть такая методика, гуляем по прямогольной матрице. Хотите, пожалуйста, потому что в этом случае у вас каждый раз будет как раз для каждой клеточки заполнены ее предыдущие клеточки. Причем, кстати, вот этот алгоритм, вот этот алгоритм, обладает наилучшим ресурсом распараллеливания. То есть, если запускать это на очень большое пространстве, то эффективнее всего будет именно вот этот механизм. Так что, как бы, этот вопрос по заполнению матрицы вот такой по диагонали один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, который мы могли поставить, но не поставили, ладно, но это надо уметь. Вот. Он не совсем шуточный, не совсем просто тупо олимпиадной помалываться и запускать матрицы. То этот вопрос может встать реально. Ладно, еще раз. Теперь вопрос. Я, конечно же, буду последовательный алгоритм, а в данном случае, если последовательный алгоритм, то не важно, в каком порядке. Я буду делать это по столу. Правда, есть проблемка вот какая, что в первой строке вот это число вычислять не надо. Здесь надо констатировать факт единицы. Понятно? Ну что ж, давайте как-нибудь это сделаем. Как-нибудь это сделаем? Ну, первое. Я предлагаю вычислить первую строчку, просто заполнить ее в такие единички, ну, чтобы у меня область вот циклов пор была, ну, реально прямоугольной, не было лишних условий. То есть, первое сделаю вне большого цикла, потому что у меня два вложенных цикла и пожил. А первую строчку я заполню отдельно. Так, просто единички. Итак, поехали. Значит, делаем функцию def. Значит, это что у нас? Это у нас фик. Те же самые количество траекторий, да, количество, но это уже король. Да, количество траекторий короля. Так, количество 2D. 2D. Итак, значит, мне для этого что требуется? А что мне особо не требуется? Здесь же нет стоимости никаких. что требуется? Ну, и, 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 да, включение M и M, да? M и M. Ну, M вначале, я тут тоже соблюду вот это, правильно? Вначале номер строки, потом номер столбца. Значит, я для этого создаю себе матрицу K, состоящую из N плюс 1 строки и в каждой строке M плюс 1 элемент. Причем я сейчас делаю так. Я заполню ее. Ну, их эти N, сейчас вот это вот с N, я все нулями забью. Все нулями забью и все. Нолики. Все равно, какая N для меня на самом деле там были не нужны. Они подчеркивали только то, что еще это значение не вычислили. Да? Просто они подчеркивали. Все равно я этими N не пользовался. Я на их место забивал какие-то числа. В данном случае мне экономная расстановка нанов по этой таблице, а потом нолики расставлять. Я все нулями забью сейчас. Итак, 0 умножить на N плюс 1. Значит, ой, прощение. И мне это нужно таких строчек сгенерировать N плюс 1 штуку. For I in range N плюс 1. Так, ну что же. теперь первую строчку кроме нулевого элемента я пробиваю единичками. Да? То есть я пробегаю циклом for на самом деле я могу это сделать давайте как? Давайте без цикла for смотрите, она же красивее будет. Я в первую строчку k первая, да, первую строчку, а именно в ее срез, начиная с элемента с индексом 1 до конца. то есть k первая это что? Оно мне возвращает список, даже список матрицы это список списков, да, ну вот я вот так вот значит, соответственно, k первая срез с или с 1 до конца как я присваиваю в срез, то присваиваю непосредственно в элементы, да, вот я в этот срез присваиваю что? единичку повторенную ну на 1 меньше m раз, да, единичку повторенную m раз. Ну вот, можно было цикл for пробежаться по первой строке и в эти элементы с первого по m приключительно прописать единичку, ну вот я в одной строке делюсь. Поехали дальше. Теперь, собственно, очередные вычисления будут как строиться? 0 плюс 0 плюс 1, так? 1 плюс 1 плюс 1, понятно? И построчно побежали. Поехали. Для каждой строки в диапазоне от первой нулевой не считаем. Опа! От второй а столбцы от первого потому что первое я еще раз говорю прописал от второй по m включительно для каждого элемента в диапазоне от первого до m включительно что я делаю? Я говорю количество траекторий в и житый элемент в и житую клетку равно чему k i-1 как это у меня? i i-t g-1 плюс k i-1 g-t кстати практическая проблема вот у вас в питоне например для вашего выражения вдруг не хватает длины строки что делать? можно конечно поставить такой вот флэш который скажет продолжается строка на следующей строке но предпочтительно в арифметических выражениях ставить просто скобку но если у вас помещается это делать не обязательно так на всякий случай скобку поставили если скобка открытый лист то он автоматически будет ждать на следующей строке продолжение действительного выражения не будет ошибки неожиданно строка плюс k i-1 g-1 исходя из обоснования этого алгоритма математического у меня все корректно из последовательности действий у меня корректно вычисляется все элементы включая требуемый m-3 n-m-3 элемент и я могу вернуть его поскольку мне не нужно это запоминать я сразу возвращаю терм k m-3 m-3 тадам конец задачи прокоральцев у короля тоже можно решать задачу с запрещенными клетками с наименьшей стоимостью когда король платит пенью за каждую клеточку там все будет то же самое там то же самое будет тот же самый минимум из не двух а трех клеток то же самое восстановление траектории будет только в качестве потенциальных клеток из которых это будет не минус первая и минус вторая а там надо будет три сравнивать но чуть-чуть будет подлиннее этот алгоритм выбора какая же из них короче можно все это написать и не сложно понятно не очень сложно давайте мы сейчас от этих кузечков и королей перейдем к какой-нибудь задачке которая пока что не сказочки просто такие а задачки а решаем такую задачу наибольше сейчас что-нибудь я саду безопасное наибольшая общая подпоследование наибольшая общая подпоследование по-английски longest common subsecrets подпоследование подпоследование вдох ватишки Что такое подпоследователь? Допустим, у меня есть какие-то числа. Один, два, четыре, три, пять. Подпоследовательность и последовательность называется последовательность, состоящая из некоторых элементов. То есть можно так сказать, что если я зачеркну некоторые элементы, то я получу подпоследовательность. Предельный случай подпоследовательности это пустая подпоследовательность, в которой зачеркнули все. Понятно? Пустая подпоследовательность является подпоследовательностью всех последователей. А теперь смотри. Допустим, у меня есть, собственно, давайте я это дело восстановлю. Значит, 1, 2, 4, 3, 5. И это подпоследовательность А. И подпоследовательность А. И последовательность В у меня есть, в которой у меня идет 4, 4, 2, 3, 1, 5. Ну, вообще, последовательность не обязательно должна быть одинаковой длины, могут быть, ну, там, не знаю, 6. Длины могут быть разные. Вопрос вот в чем. Какая подпоследовательность наибольшая? Ну, давайте даже пока не какая именно, а длина. Длина наибольшая подпоследовательность. Ну, так вот, на глаз. Как будет? 1, 5 подпоследовательность и той, и другой, да? 2, 3, да? Так? Что 4, 5 тоже подпоследовательность, да? Но 2, 3, 5 является подпоследовательностью наибольшей длины. Это нам очевидно только потому, что мы быстро перебрали в уме все как-то возможные варианты, ну, выкидывая лишний, ну, какой-то брутфорс в голове совершили. Полный перебор. А полный перебор – это вещь очень неэффективная. Вот если бы я тут написал последовательность, ну, просто в 3 раза длиннее на всю дозу, вы бы уже сидели тут и реально думали, да, еще и числа там повторяющиеся, все. Понимаете? Полный перебор – плохой, неэффективный алдей. Как нам это сделать эффективно? Как нам это сделать эффективно? Давайте вот что рассмотрим. Рассмотрим задачу следующим образом. У меня есть некоторая последовательность, вот эта самая А, вот я ее рассматриваю, не вникаю сейчас в последнее. И у нее есть последний элемент А, А, И, 3. А, И, 3. Это просто конкретное число. То есть у меня здесь как у нас? А первое, А второе. Это ее элемент. Числа, которые у нее входят. Последовательность В, она состоит из там. В1, В2, так, 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 и ВЖ. Давайте вот что спросим. Какая, собственно, эта длина? Я назову ее длину наибольшей общей. Как помните, да, в динамике очень важно, в динамическом программировании, очень важно назвать целевую функцию. Когда вы ее выделили, назвали и осознали, жить легче становится. Вот давайте ее назовем. Итак, L, И, Ж. L, И, Ж. Этой будет длина наибольшей, ну, в смысле, наидлиннейшей, так, наибольшая плохо, наибольшая плохо отражает, по-английски лучше, но она наидлиннейшая, наидлиннейшей. Длина наидлиннейшей, 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 наидлиннейшей подпоследовательности. А теперь, внимание, что значит, что у меня есть И, Ж? Это что, при любых последовательностях длины И, Ж? Нет, при конкретных. То есть я как бы беру у последовательности А, которая на самом деле продолжается, она продолжается, она там до этого элемента, а В продолжается там до БМ-кого элемента. А я говорю, стоп, давайте остановимся на ее срезе, на ее кусочке. Вот не будем пока рассматривать конец. И я функцию, которая требуемая, я ее именно обобщаю. То есть мне сказали, а, вот длину наибольшей подпоследовательности, да? А я говорю, давайте вот я сделаю более общую функцию. Помните, с ханойскими башнями? Мне нужно было с первого на второй столбец, да? А я сказал, давайте обобщим с этого на каплю. Потому что оказалось, что в процессе мне требуется, когда я с первого на второй, мне требуется решить задачу с первого на третий, с третьего на второй, да? То есть мне более общее, проще, если я чуть-чуть ее параметризую. Вот в данном случае я говорю, давайте, ведь у меня получится, что L, N, D и N, D, оно фактически даст не то, что надо. Так? L, N, D, это мой ответ. Значит, а здесь я рассмотрю как бы кусочек этой задачи, да? То есть с выкинутыми концами последних. Итак. Теперь вопрос, чему же эта длина равна? L, I, J, J равна. Тут дело вот в чем. А равны ли эти два последних числа, L, A, I, I и V, J. Если они равны друг другу, то это значит, что они вполне должны входить в общую подпоследовательность, правда? То есть это число, к которому они равны, оно входит в эту общую подпоследовательность, правда? А значит, в этом случае у меня L, I, I, G, I, I, это подпоследовательности сейчас длины покороче а и минус 1 без вот этих вот чисел у них тоже есть какая-то общая подпоследовательность у таких последовательностей двух их общая подпоследовательность на один элемент длиннее правильно вот значит общая себя подпоследовательноita выполнить она длиннее общей подпоследователь а и минус первой g-1 плюс один но это только то когда аеды равен б ahora если они не равны если они не равны раньше также мне есть два варианта. Либо у меня B-житый не входит в общую подпоследовательность. Аиды, может быть, входят. Но я буду сравнивать, что тогда. Я скажу, ну тогда у меня вот эту последовательность, вот эту надо сравнивать. То есть наибольшая общая подпоследовательность двух вот этих она равна наибольшей подпоследовательности вот этой и укороченной. Или наоборот, может быть, Аиды не входят. Какая из них я пока не знаю, потому что я еще не знаю какова длина подпоследовательности вот этой и вот этой. Но если бы она была бы известна, то мы выберем большую из двух. Выберем максимальную. То есть она равна максимуму из длин наибольшей I-1 житой и I-1 G-1 И это дело, когда I-2 не равно B-житой. Можно так сказать, а если вдруг и I-2 не входит, и B-житой не входит в общую подпоследовательность? Ну, возможно, что такое? Ну, не знаю. Седьмой. Так, шесть не равно семи, да, и оба. Вы знаете, не нужно сильно переживать. В этом случае эти два элемента будут выброшены за два шага. То есть он будет первый шажок, этот не входит, второй этот, все нормально. Это не нужно отдельно рассматривать. У меня есть сейчас рекуррентное соотношение. И оно явно мне что-то напоминает. Явно что-то мне напоминает про короля, да? Матрица двумерная, да? И у нас зависимость как раз от тех же самых клеток I-1, J-1, да? И по диагонали. Да? Остается что? Остается крайний случай. Крайний. Начальный, да? В данном случае он начальный случай. Разобраться. То есть разобраться, а какова наибольшая общая последовательность в каком-то, ну, вот, примитивном самом случае. Самый примитивный случай будет, когда я возьму срез вот этой последовательности B, полный, вот когда вот я полностью срезаю, пустую беру, B, нулевая, да? В этом случае у меня получается, что я строю вот такую вот матрицу, здесь у меня будут номера I и T, да? А здесь у меня будут T, J. Так вот, я начну от нуля. То есть ноль, это сейчас I, I, J сам я пишу, да? Нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Понятно, да? Так вот, какая вообще подпоследовательность может быть, когда у меня вот эта синяя черта, она вот так, у B одна единственная подпоследовательность, пустая, то есть ее длина ноль, но она является подпоследовательностью, а пожалуйста, только у нее длина ноль. То есть у меня вот здесь вот нули идут, и тут нули идут в нулевом толпце. Понятно? А дальше мне остается что? Да, здесь никакой единички писать не надо, потому что дальше все зависит от того, совпадают или не совпадают эти элементы, да? То, что у меня от 0, я должен перейти к 1, если совпадут первые элементы. А они, между прочим, не совпадают еще. Так что все нормально, у меня тут получится ноль для данных двух столб, да? И оно постепенно, вот как он с двойным циклом, растет. Давайте я не буду там восстановление этой подпоследовательности писать, а сам алгоритм я пропишу, потому что он понятен и очевиден уже. Он у нас уже почти есть. Ну чуть-чуть он будет отличаться. Итак, вот эта доска. Здесь. Итак, давайте. Без функции сейчас. n равно n a. Давайте, а маленькая, если я так писал, n равно n b. Итак, я создаю вот эту вот функцию. Как ее назвал? L я ее назвал, да? L. Она у меня чему равна? Нули. Нули, которых у меня м плюс одна штука в горизонтале, и мне нужно м плюс одну штуку таких изготовить. for i in range n плюс 1. Так, заготовили. Дальше двойной цикл. Значит, вначале по строчке мы можем. for i in range. Откуда я начинаю? С первой строки заканчиваю n-то включительную. Что я делаю? Если у меня a и минус первое, ну, потому что я про предыдущие сейчас буду, да, у меня длина ее, да, а и-тое символ, в этой строки, и-тое число, оно у меня имеет значение с i-1. Поэтому здесь i-1 заключается, это не связано с этим. a и-1 равен b g-1 ну, то есть g-1 символу. Значит, в этом случае что я говорю? Что у меня l i t g t равно l i-1 g-1 плюс 1. а иначе l i-t g-1 равно максимуму из, соответственно, l i-1 g-1 и l i-t g-1 ну, и, собственно, результат вот этого дела, результат, сейчас я там функцию не писал, нужно ее назвать еще как-то return, что l как v mt mt да, ну, а это дело d как там она по-английски называется? lc s lc s от a запятая b на этом, на сегодня все. Спасибо.